В индустриальном районном суде начинается процесс над 26-летним мужчиной, который среди бела дня похитил из незапертого автомобиля 300 тысяч рублей. Грабеж фигурант совершил на глазах у супруги потерпевшего. Свидетель уголовника не смущал. Позже обвиняемый еще и пнул горожанку. Грабеж произошел 11 января прошлого года на улице Индустриальной, напротив автомобильного торгового центра. Хозяин Toyota Prius приехал сюда по делам. Выходя из иномарки, он оставил барсетку с деньгами, документами и телефоном на сидении. Как развивались события дальше, записала камера уличного наблюдения. На этих кадрах видно, как мужчина подходит к иномарке, уверенно открывает дверь со стороны водителя, забирает сумку и убегает. Супруги позвонили в полицию и попытались сами найти грабителя. Им это почти удалось, но мужчина снова удрал. Солидная сумма у Читы была после того, как супруги обменяли свою машину на Toyota Prius, получив приличную доплату. Документы и телефон грабитель вернул потерпевшим спустя несколько дней через подставных лиц. Наличные он успел потратить до своего ареста. Полицейские поймали его в мае. Когда же безработный понял, что избежать наказания ему не удастся, он решил компенсировать весь причиненный ущерб. Для этого он попросил знакомого взять кредит в банке, поскольку сам находился в СИЗО. За решетку хабаровчанина отправили благодаря ему большому криминальному прошлому. Сотрудники городской полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали 26-летнего жителя поселка Красная Речка. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон машины и грабежи. Из колонии житель Красной Речки освободился в 2017 году и нигде не работал. Сейчас его обвиняют в грабеже. За это преступление хабаровчанину грозит до 7 лет лишения свободы. Вину обвиняемый признал. С места происшествия Константин Ковешников, Юлия Рябцева по материалам городской полиции.